Но чем меньше ты можешь влиять на происходящее, тем больше ты пытаешься цепляться за какие-то непонятные вещи. Людей в прошлом можно в этом плане понять, потому что без информации я чувствую, что я тоже где-нибудь там вокруг костра скакал бы, вызывал бы дождь. Что я сейчас могу сделать? Вот что я могу сделать? Я хочу, но я не могу. Поэтому я вжухаю! Я вжухаю! Пошел вжухать в чате, короче. Где мой вжух? Блин. Так, давайте я вот такой вот вжух сделаю. Многие зрители здесь не могли бы, если это произошло снова, против Фокус. Это довольно интересное. Кто сейчас в этот матч с лучшим пониманием? Да, Фокус победил прошлый матч. Я не могу. Я не могу. Я могу! Я могу! Я откомментирую это. Нормально. Так, Фокус. Опять же, при всем уважении, при всем уважении к... к Фокусу, я желаю ему всего, всего наихудшего в этом матче. Всего. Чтобы падали ему кольца, чтобы падали ему, там, не знаю, еще кольца регенерации. Никаких амулетов, никаких когтей, никаких агильных артефактов. НИ-ЧЕ-ГО. Пожалуйста. Ради баланса. Игра, прошу. Потому что в прошлый раз, но это было нечестно. Да, Блэйдмастер... Ну, короче, агрессивное будет начало. Ивэйджен тоже норм. Да, ивэйджен тоже за. Так, кто-то из наших, опять же, в лес подошел делать разведочку. Очень шустрый околид. Хм-хм-хм-хм-хм. Выбегаем. Пошел рот в некромансе переложенный. Начинается криппинг. Криппинг. Твою мать. Серьезно. Игра. Это уже четвертые когти подряд, блин. Не, ну это не смешно уже. Реально подкручено. Ладно, кольца на самом деле неплохо для деки, для питлорда, для всего. Он сейчас будет пытаться выбить бутылёк сейчас какой-нибудь. Так, что нам здесь нужно? Scroll of the Beast, высасывание маны. Scroll of the Beast, высасывание маны. Scroll of the Beast, высасывание... Не инвол, не мана, не хп. Scroll of the Beast, высасывание. Scroll of the Beast. Мана, твою мать! Да вы серьезно? Какого хрена? Что это? Не, ребят, ну как бы при... Ну а как? А как? А что сделать вообще с этим? Сеточка на Грунцера. Да нет, это... А что комментировать-то начинается опять? Какая-то хрень. Блин, еще этот Огр рядом. У нас Блэйд очень битый. В смысле, ДК битый, сори. Правда, последний... Так, выходим. Да, два когтя уже. Один куплен, и другой выбит. Как? Как? Такая низкая вероятность этого события. Это совокупность низковероятных событий. Причем, именно последовательность низковероятных событий. Ай-яй-яй-яй-яй. У нас там проблема с зигуратами еще. Не хочет отсюда Хэпич по понятным причинам уходить, потому что... Потому что этот голубой Огр с артефактом, этот... Специально отдает Акалита для того, чтобы заказать... Нет, нет. Подождите, а почему ресурсов-то нет? А, потому что он Т3. Т3 уже тыкнул. Блин! Одинаковый билд. Так неплохо. Сейчас вот Лича наконец закажет, как только 100 леса будет. Да, заказал. Только сейчас Лич. Как же фокус отлично работает. Не может отойти ДК отсюда, потому что... А, все, виндвук закончился. Проверяет. Какой же дамаг от троллей вылетает. Как же он зонит прекрасно. Все, переключаются наконец-то. Не-не-нет. Замах. Там хекс еще, там хекс еще, вали отсюда. Так, кольцо выпадает. Ладно. Какая чуйка у Хэппи, конечно. Он пытается, в общем, максимум будет ищет из ситуации. Бутылочка, скорее всего, даже, да? Нет. Да ладно, ладно, можно крипджекнуть. Хэппи, хэппи, хэппи. Подумай, подумай, подумай. Да-да-да-да-да-да-да-да-да! Не, ну еще немножко, ну блин. Он просто выманивает ядрить. Я думал, что проверит. Ну как так? Ну блин, жалко. Там все такое красное. Что выпадает ему? Что ему выпадает? Кольцо хорошо. Ладно. Да. Хэппи. Ну мы, конечно, тоже крипимся, но... Вот сейчас нет, слишком далеко. Сейчас Кэпич увидит, что там закреплен лагерь наобъемников, расстроится. Император, давай. Очень тяжело, очень тяжело, конечно. Два когтя, уже большая мана, сейчас еще будет магазин крепить. Рейдер разведывает. Сетка пошла. Старморф понимает, что его разводят, пытается перебежать в сторону магазина. Блэйд получает третий левел, серклетка. Серклетку он купил. Скелет видит, пытается поймать. Огр еще не добит. Аккуратно, 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 аккуратно. Скорл оф спид. Пытается, да, и тык в деку, тык в деку. Так, хорошо. Сеточка, фрост армор работает. Уходит дека, но он очень битый. Фокус по рейдеру, лечение на рейдера. Маны нет уже на хекс. Дека еле живой. Лич пытается окружить. С финдами было близко, но, блин, не хватило немножко. Так, живем пока. Сейчас ранний третий Гиллорой, Питлорд. Можно добить, попробовать Огра. 41 лимит на 36. Кстати, не так уж и плохо. И Огр наш. Огр наш. Так, хорошо. И что там, что там, что там у деки? Реплэшмонт, пей сразу. Пей, пей. Пропивает. Хорошо, молодец. Начинает крипится. Ой, играет с огнем. Фокус. Зря крипится. Ой, зря крипится. Кажется, можно прийти и крипджекнуть. Это же очевидно. Очевидно. Это слишком высокий риск. Хэппич, не останавливайся. Нет, он крипит точку эту. Блин. Вот, возможно, из-за того, что реплэшмонт поушен действует, и он не хотел просто раньше времени или лучше синиться в руках, чем фокус непонятно где. Да, добивает. Выбивает омлет, ман, и все-таки достал хороший артефакт. Что вы смеетесь? Да. Встреча. Минус грунцер можно сделать спокойно. Койл нова, фокус по гранту. Хорошо. Добил. Хекс. Плевать. Можно зажать. Можно зажать. Давай, давай. Сложно. Да, да. Нет. Справа, 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 справа. Ну, немножко. Да, убивай. Минус. Минус. Минус и ха. Как же я ору бесячи. Извините, не могу сдержать эмоции. Таурид. Минус. Причем у него был и... Он прожрал, кажется, еще бутылку маны. Какой же ты, ёппарасы. Как так? С амулетом тоже не там. Обсидианка. Стомпа отличный. Рано злорадствовать. Рано, ребята. Придержите. Минус обсидианка. Фокус по рейдеру. Скролл спид. Хороший койл. Минус рейдер. Сплетим финдов. Еще один стомп. Фокусят... Фокусят... Лечим, лечим. Блэйд нарезает, конечно, диким образом. Кадоэ фокусить надо. Кадоэ фокусить. Фокусить Кадоэ. Так. Да, конечно, конечно, может. Лечения нет. Питлорд второй. ДК битый. ДК... Ой, Блэйдмастер битый, точнее. Бутылёк выпивает. Блочит. 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 Ё-пэ-рэ-сэ-те. Вот это... И какое начало было отвратительное. Когти. Мана. Ё-моё. А как он там декой? Как он почувствовал вообще сыху? Он почувствовал тайминг сыхи вообще великолепно. Он стоял рядом с этим голубым огром до конца, блин. О-о-о-о. Вот это чуйка, вот это контроль. Хорош. Что случилось? Что такое? Мало артефактов повыпадало, да? Ничего, сейчас посмотрим, что ещё попадает. Реально, первые семь-восемь минут это унижение какое-то. Ну, то есть, не то чтобы унижение, просто ты ничего не можешь сделать. То есть, ты делаешь максимум с того, что тебе, ну, как бы позволяет враг, позволяет там нейтрал, не знаю. То есть, вот, буквально максимум хэппич вытаскивал из этой ситуации. И всё равно всё не очень хорошо. О-о-о. Хэл-о, да. Дамага-митигация была сюрреал. Ну, ещё не всё закончилось, друзья. Нужно дожимать. 1-0. Ведём. Хорошее начало. Можно выйти из группы на втором месте. Можно выйти в плей-офф, который будет завтра. Смотрим. Смотрите, смотрите, Саха. Саха сейчас будет прожрать ману. Ты офигел, что ли? О-о-о-о. Не, ну, это ты вообще дерзок. Против Императора? Вот так вот тебе с ихуфа кусят, ты выкладываешь амулет маны и хочешь пропить большой бутылёк? Не-е-е-е. Нет, 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 нет. При всём уважении, как бы, это... это было хамство. Просто хамство. Если бы он пропил просто бутылку, он мог оттуда уйти. Ну, мог уйти оттуда. Дмитрий Костин. Может. Может. Верим. Одна игра, разница 3,5 тысячи долларов. Представляете? Сразу 200к просто. Одна игра, 200к. Мотивация максимальная. Я не знаю, конвертирует ли на лету Император такую сумму в количество челленджей, которые необходимо выполнить. Но... это много. Это около 6800 челленджей. По 300 рублей. Или сколько? 666, говорят. 666. 660 челленджей. 6 челленджей. Ничего себе. Аспирант пофотошопил как мог. Очки реально дополняют этот образ. Фух. Так, друзья. Все, что мы можем, это вжухать, опять же. Болеем, переживаем, смотрим. Итак. Карта выбрана фокусом. Пара фонтанов. Да, на трансляции выводится еще чатик для истории. Не зря, не зря. Там такие коты вжухают. Класс. Класс. Это понятно, но не хочется доводить до этого. Лучше, лучше давайте без нервов, без 1-1, без решающей третьей, хоть и на френдли карты. Да? Да. 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 Так и есть. Именно так. А еще он в лагере наемников. ДК побежал. Разведочка. Смотрим. Я не знаю, кого винить, если сейчас еще выпадут когти в шестой раз подряд или в пятый раз подряд. А, нет, серклетка, ну слава богу. Наконец-то эту последовательность бредовую разобрали. В смысле, он Акалитом видел, как он начал крепиться, но... Акалит рядом стоит. Что значит, откуда он знает, что фокус будет крепиться? Ладно, забейте. Не буду, не буду, не буду. Все. Нормально. Акалит попытался грызнуться, сбить лечение не удалось, к сожалению. Ну, это койл для темпа просто. Вторая ура. Хороший артефакт у Императора. Есть серклетка и перчатки, это прям топ для него. Большого краба убивает Блэйд, опять же, мы ему припомним. Так. Грунцер замазывает, но не видит Императора, блин. Ну, вот почему не среагировал сразу, мог сбить опять еще одно лечение. 33 голды, как-никак. Дополнительный. Пришлось бы потратить фокусу на замазку этого грунцера. Встречаются. 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 Да, Хэппи хотел... Да, за крабами охотиться. Хэппи хотел уйти просто. Он следил за орком и уходил от него для того, чтобы выбить, видимо, самостоятельный артефакт. Он сейчас будет работать по вот этой вот большой черепашке, видимо. Сначала отгонит гранта, а потом уже, видимо... Да. Да, да, да. Криппинг, криппинг, криппинг. Но Блэйд очень... Очень... Хорошо прокрепился. Лучше, чем ДК. СХ, когда выйдет, действительно ему будет сложно. Ох, попытка была окружить, но... Очень расторопный фокус, несмотря на возраст. Да ладно, нет. Ай, ошибка от Хэппи. Да нет, не в этом дело. Там даже если бы он окружил, пришлось бы, скорее всего, уходить. Потому что там и виндвок есть, и вытолкнуть можно, и ДК бит, и это... Хэппи не прочувствовал, что... Сколько времени понадобится фокусу, чтобы справиться с той точкой и вернуться. Жалко. Он был бы ближе сейчас к третьему уровню, к второму Койлу, соответственно... Опять Т3, но стратегии не меняются. О, хороший момент. Койл! Ай! Чуть-чуть, чуть-чуть. Ну здесь очень сложно одному Блэйдмастеру с Огром под Иннерфаером и с Бладластом справиться. Но отпускать этого Огра тоже не хочется, потому что из него выпадает. Проверяет Император, что та же самая тема. Вот фокусом. 3.1 по уровням. Лечевка скоро выйдет, тоже Т3. С Ултерхаус, все по стандартам. Тут вопрос не в стратегиях, вопрос в исполнении. Очень опасный криппинг. Да, прям читает. Да выманивает этого большого Огра-командира, из которого выпадает, может выпасть артефакт. Он заставляет его с Хексом вернуться назад. Да. Но один Блэйдмастер всю армию Undead, понимаете? Смотрите, куда он побежал. Все. Он не возвращается. И ты его блочишь. И ничего не сделать. Ну, это спасибо мапмейкеру, надо сказать, скорее всего. Потому что что-то со скриптами намутили здесь. Что? Да это нормально. Это старые ошибки картостроителей. Это нормально. Но это не запрещено. Мано-стиллинг хорошо. Еще драконов выманивали, я помню, на разных картах. До сих пор работает на низинах в определенных условиях. Там сетка, очень много багов. Ну, особенно игровой механики, так скажем. Забуз получает хрень. Да, там артефакт хреновый, на самом деле. Четыре ловкости, четыре инты. Ну, как бы он попал по атрибутам в Саху, но ждал он там явно аурного артефакта. Не ради четыре четыре убивается этот огур. Как он до сих пор работает на низинах? Если там вместо драконов голема теперь... Я не в курсе. Конечно, не работает тогда, если там драконов нет. Что логично очень. Обоюдный криппинг, не знаю, кому это лучше. Я не понимаю, почему тележку не поставил император на восстановление маны. Она вообще стояла, ничего не делала, вроде как. А, все, сейчас начал. Ну, не было анимации хила точно, я думал это маны, поэтому втыкнули на лича. У него был стандартный реген, 249, 250, 251 ровненько шла мана. Питлорд, наш любимый. Калориан первый. Крепится рядом Блэйд. Должен был услышать Хэппич. Да, кажется услышал, кажется услышал. Просветка у нас есть? Есть, есть, есть просветка. Просветка. Оооо, отлично. Отваживает Блэйда. Да ладно, нычка на 40 лимита. Так, в прошлый раз да, это окупилось. Очень ранняя база у Фокуса. Очень ранняя база у Фокуса. У него нет еще лимита 50, он уже накопил 600 голды. И пошел. Учитывая то, что эта нычка ставится буквально секунд за 10, за 15. Отбивается она где-то в течение одной минуты. Мы не выходим из лимита. Баньши. Баньши у нас вместо дестройеров. Хороший койл. Что там? Что там? Что там выпало? Что? Что? Трушетаура. Ес! Наконец-то! Ну хоть что-то нормальное, блин. Ну, спасибо. Не обратили внимания. И Хеппич делает экспант? Серьезно? Вот так будем, да? В лейт играть? Не, император, я ни в коем случае не поймите мне неправильно. Я не ставлю под сомнение его величие. Да, но за... Да, за... Заметили флут. Наконец-то. Ой, хороший крипджек! Сеточка на Кадое. Отсюда сложно будет отступить. Нормально. Хорошая куча. Можно новую сразу кинуть куда-нибудь в кучу. Нет, новая в Кадое влетает. Начинают бить Финда. Финды пытаются... Хауль хреновый какой на трех юнитов буквально. Стомп и Таурен первого левела. Правда, он довольно битый. Его лечат. Потому что он очень быстро может умереть. Финда лечим сверху. Хорошо. Снимают, правда, с Финда. А, еще один стомп. ТЦ очень битый. Его лечат. Опять же, пытаемся убить и убиваем Таурена. Это... Ну, он смог уже кое-что сделать, на самом деле. Так, минус один Финд. Минус одна Банши справа. Лечение... Ох, как отводит он Финда! Мне так нравится! Он вообще ни одного Финда на этом Кадое не отдал... Ну, на Кадое их не отдает. Хороший фокус минус Кадой. Нормально. 50 лимита на 53. Противника все еще немножко больше. Но у него нет Таурена. Обсидианка падает. Минус Рейдер. Хорошее сражение. Минус Берсеркер. Можно сделать. Минус Рейдер. Минус Берсеркер. Нормальный контратаку на Экспанд. Прямо на его. Минус один, минус два. Еще можно Гранта не отпустить. Отлично! Отлично! Изи! Давай! Ну, не Изи! Не Изи! Не Изи! Спокойно! Спокойно! Идем в сторону вражеской базы. Так. У нас есть Эксп. Ставим там Зигурат. Не торопимся. Достраиваем Маколитов. Хорошо. Да. Не-не-не, Ману он потратил. Блин! Да! Да! Тихо! Спокойно! Зигурат поставь, чтобы не захарасили. Пожалуйста. Ну вложи. Вложи эти 150. Да, идет. Он идет в сторону Экспанда. Может даже через фонтанчик. Мне некуда торопиться. Возможно даже важнее сейчас криппинг, учитывая то, что Экспант есть. Но сейчас будет встреча. Блэдмастера видим. Блэдмастер видит, что мы идем сюда. Но палец еще сыха! Хорошо! Нежданчика не будет. Крипджека не будет. Соответственно, мы двигаемся в сторону вражеского Экспанда. Подрезает у нас сзади обсидианку. Обсидианка. Надо ее прикрывать. Срабатывает арба. Срабатывает крит. Блин, на 120. Но очень битый Блэдд. Ой, а вот это что у нас тут? А можно... А, новый не кинуть, да? Жалко. Жалко. Тут можно было просто в четверых берсеркеров закинуть нову. Хорошо. Мы переходим в сторону Экспанда. Надеюсь, что эта обсидианка сзади подходит. Ииии сейчас будем сражаться. Будем сражаться точно. ДК фуловый. У Лича, к сожалению, ничего нет. Но позиция очень хорошая! Хауль влетает практически всех! Фокус в Блэда. Баньши уходит. Сеточка хорошая. Я не понимаю, что происходит. Опять же, 58 лимит на 58. Равный лимит и спасает одного своего Финда. Фокусит вражеского рейдера. Финд очень красный один. Финд очень красный второй. Падает еще один Рейдер. Третий левел получает Питлорд. Стомп от Таурена. Правда, минус два Финда уже у Хэпича. Сыха, Сыха, Сыха довольно битый. Без мана. Он не может себя подлечить. Можно попробовать... А, у него нет новой. Но есть Койл. Можно попробовать все-таки Кайлом добить. Не добивает Кайлом. Даже не пытается Хэпич добить Кайлом. Фокусит Кадоя. Видит сейчас фокус, что там есть экспант. Это очень хорошо. Мы его экспант караем. 54 минуты на 56. Я не... Это просто лучший день вообще в этом году по Варкрафту. Приходит Баньши. Ну, давай, да контроль. Ну, Хэпич. Ну, я понимаю, что ты там просто налево и направо отконтроливаешь. Но надо избавиться от этого Гранта. Тем более, что есть одна обсидианка и одна Баньши. И там нычка уже работает. 57 на 52. Он даже просто перегруппируется. Правильно. Может быть, не имеет смысл до магазина добежать для того, чтобы просто купить свиток и купить Энвул. Правильно. 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 Просто вали. Маны... Все правильно. Он убил рабочих. Надо восстановить ману. Все нормально. Это плановая перегруппировка. Все. Отбиваемся от этого Гранта. У нас есть экспант. Собираем мысли в узду. И идем в атаку на врага. Закупаем бутылки. Фух. Его карта. Его карта. Его карта. Не забываем. 63 лимита уже у счастливого. Да. Тут, конечно, забирает еще фонтан. Блин. Тауреницу делает. Хэпич тоже крипит. Но, правда, зелененькую точку обычную. Есть один бутылек маны. Вампиризм. Ну, куда же. Ну, для берсеркеров самое полезное. Рандом вроде как повезло, но... Да нет. Забейте. Блэйдмастеру... Да. На такой микс это не очень хорошо. Хэпич не торопится. Но, вообще, нужно выдвигаться в сторону... В сторону вражеского экспанда. Крепить на карте больше нечего. Еще не все потеряно. Сделает баньшей. Делает грейд на баньшей. Ставит второй Темпл оф Дэмит. Это его тема. Это его тема. Там диспл скоро будет. Я вот не уверен, что... Посмотрим. Мне не нравится то, что Хэпич... Он не выделил деньги на телепорт. Не выделил деньги на имбул. Да, там, конечно, вторая нова. Берсеркеры уже не такие полезные получаются. То есть их сложно реально будет держать в форме. Так. Третий Таурен. А его негде крипить, на самом деле, этого третьего Таурена. Больше на карте нейтралов просто не осталось. Блин, но Хэпи сейчас выравнивает несколько шансов. Разница сохраняется по лимиту, но... Мастер тренинг. Ну, было бы классно, конечно, Кадоя забрать, но... Фокус не должен ни в коем случае вообще Кадоя в такой ситуации отдавать. Потому что вместе с Кадоем переходят и грыжные барабаны, и хорошая музыка. Это 20% бонусного урона всему. Это... Это минус 20% у тебя и плюс 20% противнику. Просто сумасшедший баф и дебаф. Спокойненько, не торопится. Если Император считает, что так нужно, мы согласны. А МШ пошла. Инвол купил налича. Персоналочка пошла... Я не знаю, зачем персоналка. Может быть, на мейн побежит рабочих убивать. Пробегает мимо. На этой карте всего пять шахт. Собственно, одна осталась незанятая по центру, которая находится. И... А, только сейчас он делает музыку для Кадоев. Минус один Акалит у Хэппича на мейне. Угу. Возвращается Блэйд. У него еще мана накопится на следующий виндвок. Он точно подрежет еще одного Акалита, гад. Или... Да, арба срабатывает. Ну, конечно. Уходит. А мы не можем цветануть его? Мы... Мы... А, да, все нормально. Он... Он же на персоналке. Мы не можем нанести только столько урона. Пара героев. Так, спокойно. Лимиты выравниваются. Вот что мне не нравится. 80 на 80. Пошли апгрейды. Да. Посмотрим. Угу. 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 Я надеюсь, что император расконтролит. Это огромное количество... Это... Это очень серьезная задача, на самом деле. То есть с баньшами... Ладно, курса кидается на автокасте. На посэшен нужно распределять прям очень мудро. Потому что ты, с одной стороны, не должен лезть на тех юнитов, которые вдали находятся. Потому что, во-первых, тебе нужно время потратить. Во-вторых, ты должен посэсить только в тот момент, когда знаешь, что точно баньши не перережут. Ну, баньши не перережут. Что когда они занимаются посэшеном, они впитывают в два раза больше урона. Вот. Так, кажется, хэпич... Да, хэпич видит. Хэпич видит врага на магазине. Ой, грядет сражение. Свитков еще нет. Вот это плохо. Неужели на лимит 80 нет смысла... Так, два волкера, где-то два-три... Оооо, невидимый таурен! Ооо, это тсс! Блин! Кхм-кхм-кхм... Шейды у нас нет, мы не можем так... Да, есть просветка, конечно. Может быть, на рандуме попадем. Да, и послышан еще ченнелинг, то есть его можно станом перерывать. Два свитка у фокуса. Опасно. Ну, впитывать стомп, например, впитывать урон от спиритволкеров, как вариант. Да, это понятно все. Мана у него есть. Что вы ставите под сомнение? Банши фуловые по мане. Ну, дайте накинуть 250 дэмэдж редакшн на героев на юнит. Зачем? 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 Антимаги накидывают? Затем. Действия императора не обсуждаются. Да ладно, фокус выходит еще в центр. Ничего себе. Блэйд отвлекает. Ну, здесь бы очень помог, конечно. Помогла Шейда. 90 лимита. 90 лимита. На самом деле, эта позиция может ему в боком выйти. Там стреляющих Хеппича не меньше, чем у него. Да, и взял шкатулку. Так, Хеппич, давай, не томи, не томи. Нужно выходить, пока вышка не доделалась. Зигурат на 100 лимита. Да, скелеты увидели. Информация у нас есть. Не, можно вообще обойти центральную базу. Попробовать зайти на экспант и его там кастрировать. Но, мне кажется, фокус не будет пропускать. 2-1 по грейдам. Обом. Что собирается ДК взять? Бутылку маны. Да. Продают алтарь. Что? Что? Император, пощади. Ну я понимаю, что у тебя яйца стальные, но у нас-то вообще все сжимается. Какого хрена? Для девин... Что? Ну вот, блин, не дай бог, он героя потеряет. Ядрит. Что-то мобом не пролазил. Берем гулей. Все, поехали. Все, поехали. 100 лимита. 100 лимита плюс баньши. Еще можно... Будет ли 100 плюс лимита? Я волнуюсь. Я волнуюсь. Я волнуюсь. Два свитка у Хэпича есть. 4-3-3, там 4-4-2. Сидки пошли. Понеслась. Это очень плохая позиция для фокуса. Кажется. Ну, для боя. Пытается захватить. Рейдер один. Первый. Так. Ну... Можно попробовать Блайда забрать. Нет, ну тут сложно. Тауреном можно. Ну там инвол. Инвол, инвол, инвол у него. Ядрит. У фокуса уже больше лимита. Таурен уходит. У него, правда, мана уже мало. Фокус перегруппировался. Хау! Шикарный! О май... Май гад. Хорошо. Лечение на пята. Ой, захватывает Кадой! Кадой! Молодой! Кадой! Живи! Живи! Беги! Беги! 20%! Беги! Блин! И он... Его убивают, к сожалению, но... Какой ценой? Вся армия вперед! Он все еще живет! Он все еще живет! Кадой! 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 Так, Кадой умирает. Но вся армия орков убегает после... Ну, потому что все такое оранжевенькое, все такое битое. Все под проклятиями. Нет бетона. Как ты без бетона-то живешь? 74 лимита на 79. Рейдера ловим слева. Хорошо. Живем, живем. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Переходим. Тауренчик битый. Фокус. Минус. Блин. Да как? Рейдера захватываем. Рейдера захватываем. Император может сейчас покидать сетки. Сеточка, сеточка на Блэйда. Сеточка на Блэйда. Что происходит? Он купил бутылек маны. Сейчас будет явно передавать своему сыхе. Довольно быстро мы сейчас можем убить эту вышку, потому что она не... 74 лимита. На 76. Нормально. 4-4-3. На 4-4-3. Аккалиты. Аккалиты из чатика приходят в бой. Помогать Императору. За Императора. Блэйдмастер в самой куче. Таурен приходит. Перегруппировывается. Хэпич. Аккалиты не сдаются. Аккалиты в самой куче Орды. Бьют Берсеркеров. Очень битый Блэйд. Но его в очередной раз лечат сыха. Сколько маны у сыхи? У сыхи есть еще на 2 лечения Блэйдмастер. Ой, как закапывает Финда. Шикарно. Бьет Блэйда. У него Инвул. Сейчас последнее лечение. Кажется, Инвул. 198 крит. Какая игра. Все красное. У фокуса. Вы посмотрите. Очень битый Берсеркер. Все очень битое. Нова влетает. Господи, Битлорд. Сплэши там по всем. Что же делать? Что же делать? Ё-моё. Лечения нет никакого. Еле-еле убегает Корейц. Господи. Нова. Минус столько юнитов на наступлении. Минус третья база. 61 лимит. 61 тем не менее. Но все равно хорошо. Мы наказываем третью базу. Подрезаем юнитов. Аколиты живы. Аколиты в бой бегут. Ничего себе. Фокус, конечно же, отступает. На имбо-фонтанах лечится. Но... Блин. Пять. Пять Аколитов было в бою. Трое выжило. Ребята. Респект. Молодцы. Молодцы. Сражаемся. Сэха почти пятого левела. Тем не менее. Регенерирует ману. Возвращается к основной армии. 4-4-3. На 5-4-3. Все неоднозначно. Потому что герои у фокуса очень хорошие. Пятый Блэйд. Почти пятый Сэха. Еще не потеряно. Все. Потому что мы только наказали эту третью базу. Остались один в один. У нас лица нет. Мы восстанавливаем гулей. Ё-моё. Ва-ли-доу. Блэйд-сучок подрезает критами на 270 крит. Еще не все. Еще не все. Блэйд-сучок подрезает крит. Блэйд-сучок подрезает крит. Я думаю... Так. 64-62. Лимиты сопоставимы. Окей. Кадой там захваченный такой. Прям из кучи берсеркеров. Выползающий. Еле-еле. Такой... Классные моменты в этом сражении. Такой масштабный. Я давно таких масштабных сражений в Варкрафте на проуровне не видел. Вообще. Чтобы сто лимита с одной стороны, сто лимита с другой. Такой... Опа-опа-опа-опа. Как НВУЛ. Будем тратить им. Надо-надо тратить НВУЛ. Надо тратить... Замахал же замах. А-а-а-а. Как ты гад, а? Я думал, будет фейк Койл, чтобы он прожал НВУЛа и преследование дальше. Но нет. Фокус выходит своими рабочими в центр. Блин, какой же он опасный. Никто от бабушки такого не ожидал. Вот РД, который называл его деревянным там пару дней назад, блин. Да я тоже по тем играм, которые Фокус иногда показывал. Он, по сути, встречался на турнире и вышел во вторую групповую стадию, выиграв Кэша дважды. Вот. И как бы Фокус сравнить Лин и Лайф. Два других орка, все, они отдыхают. Но такая резвость. Это прям вызывает уважение. Рабочие подрезаются, в центре нет экспанда. И Император ставит свою базу по центру. 70 лимита на 66. Фух. У нас есть один свиток, два Айнвула на Деке, на Личе. Но у нас герой ниже уровня. Баньши впереди. Аккуратно, аккуратно. Аймшан накидывается. Надо фокусу сражаться, надо. Жестокус идет вперед. Поди, Ниц. Готовимся сражаться. Там полный таурен с вампиризмом. Ой-ей-ей. Давай, Хауль. 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 Пошел на всех. Стомп. Баньши врывается. Переманиваем одного рейдера. Очень битый таурен. Правда делает стомп. Ой, сеточка на него. Инвул ему передают. Ах ты гад. Какой же контроль сумасшедший. Баньши подрезаются очень быстро берсеркерами. 68 на 60. Его чуть-чуть пом... Таурена будем убивать? А, там все еще лечение. Койл нова. Таурена. Он очень битый. Лечение уже прошло. И последние плевки паучков. Есть. Минус таурен. Окружают. Блэйда. Не знаю, зачем, блин, окружать его. Надо просто бороться. Дальше. Кто-то там умер от Койла новой. Минус берсеркер. Все зеленое. Ничего не понятно. Армия орка вся. Просто подхалюем. Какой сплэш от Питлорда справа входит. Вы посмотрите. Какой сплэш. Ё-моё. Господи, как же это красиво. Это красиво. Хэпи в плей-оффе. Пишем ГГ. Выходим. Да. Хорош. Да, нафиг. Я тут разбился. К чертовой бабушке. После этого первого победителя против этого мужчины. Фокус. Еще не успел. Он не успел. Он выглядит так сильным. Но консистенция. Еще не кажется. Чат просто... У меня слов нет. У меня нет слов. Он сделал то, что... Вот представляете, вы в такой группе, непростой, против орка сразу проигрываете 0-2. И после этого такой камбэк. Шикарнейший. Причем фокус не тупил. Да, ему хуже артефакты начали падать. Но в принципе игры-то были вообще ни разу не простые. Там где-то человек восемь версерхеров стоит под Питлордом. Он их...